Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Это продолжение рассказа о бомбардировке Украины 6 апреля дронами-камикадзе и ракетами 195-х. О начале атаки дронами-камикадзе и ракетами смотрите, пожалуйста, в предыдущих роликах, ссылка на которые будет в конце этого в правом и левом нижнем углу. Крайняя информация по ракетам, которые запустили с 195-х МС из района Энгельса такая. Ракеты зашли в воздушное пространство Украины через Сумскую область и летят в сторону Киева. Ракеты совершают сремя маневры в воздушном пространстве Украины. Сначала они летели в сторону Киевской области. Потом пришла информация, что они летят в сторону Полтавской области. Потом они поменяли курс и летят в сторону Черниговской области. И крайняя инфа по ракетам, что летят в сторону Черкасской области. Видимо, ракеты заходили в воздушное пространство Украины несколькими группами, потому что поступает информация, что в Киеве и в Киевской области работает ПВО по ракетам. Поступила инфа, почему сразу не обратили внимание на бомбардировщики Ту-95 МС Дело в том, что они ночью взлетели с аэродрома Оленья И думали, что это просто перемещение с одного аэродрома на другой Никто не рассчитывал, что будут бомбить ракетами всего лишь двух бомбардировщиков Ту-95 Из сообщений, которые поступают, становится понятно, что та группа ракет, которые летели на Киев, уже сбита И небольшая группа ракет, которые еще находятся в воздушном пространстве Украины, все время меняют курс, летят в сторону Черкасска, это в сторону Черниговской области В Одессе обстановка остается спокойно напряженная, но какая обстановка может во время воздушной тревоги? Ждем чего-то нехорошего Ситуация меняется довольно-таки быстро, каждые несколько минут, и ближайший ролик, я думаю, выйдет примерно через час-полтора Вот такие новости у нас в Одессе в Украине Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего Берегите себя, дорогие мои, и даст Бог, до новых встреч